всем здравствуйте давайте еще немножко подождем пока может быть кто-то еще хочет присоединиться смотрите можно сразу зайти у нас наша сегодняшняя тема это запуск бота скиллкап скиллкап это наше обучающее приложение напоминает за тех кто с нами впервые и смотрите в принципе можно сразу зайти ссылка последний пост в телеграм-канале нашим там сразу ссылка дана можно зайти а дальше как уже авторизоваться мы с вами сегодня поговорим так буквально еще минутку и пока еще присоединяются люди для тех кто с нами сегодня впервые немножко скажу про скиллкап это наше обучающее приложение что там внутри есть помогаем партнерам новичкам и в принципе опытным тоже партнером упростить так скажем заход в бизнес опытным партнером помогаем снять часть задач да то есть там обучающие материалы про то что из себя представляет наша компания что вообще представляет наш бизнес из себя и все примерно в таком и формате очень легкой то есть это внутри все похоже на пост в соцсети так ну что же минутка прошла в принципе я думаю кто хотел уже присоединились если что комментарии можете писать под последний пост нашим телеграм-канале и что же давайте начнем а скажите видно слышно хорошо потому что было что звук не очень подоспи микрофон близко напишите в комменты звук хороший хорошо меня слышно так я жду ладно раз наверно не пишите то наверное все в порядке если бы были проблемы написали бы так хорошо все спасибо спасибо и так здесь немножко сразу обращу ваше внимание на заставку презентации мы кстати чтобы презентацию было получше видно нужно нажать на окошечко с презентацией тогда я будет хорошо видно меня не видно но тем не менее ничего страшного так на заставке у меня то как нейросеть разные нейросети причем я использовала видят наш обучающий бот в телеграм довольно вот вы сейчас посмотрите скажите какие у вас ассоциации вообще возникает по мне это довольно что-то такое серьезное да ну кроме вот одного маленького допустим вот такой веселый больше детский кажется что здесь нейросетка думала именно про детское обучение а все остальные не такие серьезные как будто мы с вами сейчас будем учиться код писать а у вас какие ассоциации вот смотря на эти картинки накидайте мне в комментариях интересно совпадают ли наше мнение или нет что больше допустим нравится какое изображение нравится больше подожду чуть-чуть маленько и начнем тогда вообще сами пользуетесь например нейросетками telegram ботами вот нашим например greenway ботом так я вижу что-то пишите вообще ну как бы знакомы в принципе да если допустим не хотите про картинки отвечать допустим вообще в принципе знакомы до знаком да это знакомо значит пользуетесь хорошо не пользуетесь пользуетесь ага хорошо ну что же давайте начинать про скиллкап я в принципе уже сказала и скиллкап удобен тем что можно учиться где где угодно и когда угодно как вам удобно и то есть уделять столько времени чем сколько вы хотите также на скиллкапе есть не только greenway есть разные курсы обучающие разные тематики которые можно приобрести так и начнем уже непосредственно про бот telegram бот нашего обучающего приложения скиллкап зашли вы как водить так давайте вот сейчас мы поговорим я надеюсь по ссылке и зашли все ссылка вот этот пост где вы пишите комментарии там ссылка на бот и смотрите давайте с вами вместе попробуем авторизоваться когда вы заходите в первый раз вообще первый раз пользуетесь этим ботом получается вы нажимаете старт в принципе у меня вот здесь видео как скриншот да видно то есть вы заходите нажимаете старт сразу и если какие то вопросы будут тоже по ходу спрашивайте вот старт и выбирайте способ входа вход по ходу компании а тут подождите я путаю да смотрите уже авторизован и авторизоваться снова я перепутала порядок смотрите так как мы заходим первый раз жмем авторизоваться снова дальше выбираем вход по коду компании 2022 всегда такой вход приложение скиллкап или в бот всегда по коду компании 2022 и логин и пароль как у вас на сайте greenway смотрите если вдруг возникает ошибка при вводе логин пароля проверяйте правильность набора данных то есть логин если вы вводите свой номер телефона не айди например да то через плюс 7 то есть проверяйте обязательно так и я надеюсь вы если что вопросы пишите сразу по ходу чтобы мы разобрались если вдруг какие-то моменты будут смотрите после того как вы авторизовались вы сразу попадаете в скиллкап в принципе интерфейс примерно похож на то что мы видим в приложении если вы уже пользовались если совсем не пользовались также можно полистать посмотреть состоит из ленты тренировок внутри карточки их можно нажимать чтобы открыть карточку на нее нужно нажать на обложку и там дальше читать материал когда вы закрыли вы допустим вышли из телеграма закрыли бот вам нужно допустим в следующий раз опять зайти смотрите здесь какая система вы заходите ничего не нужно чистить диалог не удалять то есть там у вас уже видно до история что вы вошли по ходу компании и дальше чтобы заново не вводить логин пароль вам нужно нажать на кнопку уже авторизован и дальше подсказка возникает до чтобы попасть открыть собственно окно с скиллкапом нажимаете на голубая кнопка подписано скиллкап и такой квадратик она в левом нижнем углу получается и когда вы второй раз зашли этого второй раз мы входим в бот и нажали кнопку уже авторизован получается вам не нужно будет вводить логин пароль то есть все уже авторизован вас система опоздала вы входите просто без ввода без повторного ввода данных смотрите по поводу этой кнопки то есть у нас возле когда прошли авторизацию у нас возникает сообщение что успешно нажмите на синюю кнопку для запуска приложения смотри я здесь по примеру что она не всегда синяя в зависимости от того какая у вас какая у вас выбрана тема то есть по умолчанию обычно стоит синяя поэтому кнопка синяя но на самом деле она может быть сиреневая зеленая розовая даже в зависимости то есть не пугайтесь это в любом случае она подсвечена эта кнопка она внизу с надписью скиллкап на нее нажимаете открывается приложение так смотрите как дальше заходить то есть это мы с вами разобрали как мы в первый раз заходим самый первый раз когда еще не пользовались как мы заходим повторно и дальше когда вы уже нажали кнопку уже авторизован все в следующий там третий пятый десятый двадцать пятый вы заходите просто по этой голубой кнопки с надписью скиллкап все не нужно уже нажимать я авторизован не нужно ничего нажимать просто заходите кликаете на нее вот она у меня отмечена здесь презентации и все и вам открывается соответственно все материалы все уже доступ скиллкап открывается какие способы есть еще попасть скиллкап смотрите я думаю многие из нас пользуются приложением greenway и оттуда тоже можно попасть к нам в обучающее приложение если вы зайдете авторизуетесь приложение greenway зайдете в личный офис и пролистаете немного вы увидите там раздел обучение кликаете на него и перейдете в скиллкап здесь также не нужно будет заново авторизовываться система вас распознает и сразу откроет вам логин и пароль заново вводить не нужно то есть переход бесшовный а если мы говорим про сайт greenway global там примерно такая же схема то есть вам не нужно заново будет авторизоваться если вы уже авторизованы на сайте greenway заходим новичку раздел skill cup если хотите скачать там ссылки тоже даны на сайте greenway то есть для iphone а для android а есть если просто хотите открыть версию в браузере то пролистав вниз страницу вы нажимаете до перейти там начать и также без повторной авторизации входите это при это в первый раз да когда мы заходим через сайт greenway там нужно будет получается нажать кнопку перейти но потом уже когда вы второй третий раз через сайт будете если заходить до переходить вот перейти сейчас горит как раз презентации то там уже не нужно этого будет уже система и так вас распознает и вы без дополнительного ввода логин пароля уже переходите в скиллкап так в чем же собственно разница бота сайта и приложения в принципе вот два скриншота да как это выглядит через это в веб-версия то есть смотрите в telegram ботит тоже открывается в веб-версия то есть смотрите слева получается от меня у вас наверное справа скрин который ближе к краю презентации назовем это так чтобы вас не путать скрин из приложения и внизу я выделила чем собственно отличаются они и справа то как выглядит меню на сайте либо в в телеграм-боте я думаю вы видите да что в приложении подписаны значки и в веб-версии версии в телеграм-бота не хватает дуэли это в принципе основная раль основное различие вот этих версий что такое дуэли давайте остановимся подробнее потому что я все обещала обещала рассказать и получается не как что-то речь так скользом проходила сейчас расскажу подробнее дуэли это что-то вроде проверки знаний и похоже немного на тесты но другого формата вот примерно на экране сейчас у меня демонстрируется как я проходила дуэль это дуэли когда вы проходите вы получается вызываете соперника нажимаете начать и соперник ваш выбирается случайным образом из уже зарегистрированных партнеров на платформе то есть вы это никак не контролируете соответственно на прохождение каждого вопроса да там несколько вариантов ответов даны дается примерно 10 секунд то есть вот когда я начала дуэли у меня примерно минута чтобы ответить на вопросы вот здесь дуэль про продукт наш то есть в принципе видно да и вопросы к самопродукта что такое допустим биатрим да мы выбираем вы ответили вовремя все ваши ответы засчитались да какое количество там правильных неправильных и у вашего соперника есть сутки чтобы ответить на эти же вопросы за минуту да то есть если за сутки он допустим не зашел на платформу то никто не будет победителем то есть победитель не определяется в данном случае дуэль просто считается просроченной и все если же допустим ваш соперник зашел на платформу поучаствовал в дуэли и в зависимости от того сколько правильных ответов вы дали и сколько правильных ответов дал бы кустим он появляется победитель здесь определяется появляется определяется победитель вот примерно такая схема но дуэли нет то есть нет в браузерной версии и нет получается в telegram боте и смотрите что если вы пользуетесь telegram ботом и браузерной версии то есть ей также можно есть мобильная браузерная версия можно также с компьютера заходить там вы не будете получать уведомления push уведомления о выходе нового материала то есть приложение они всегда у вас появляются когда что-то у нас новое выходит здесь что я могу сказать вам решать как вам удобнее что для вас удобнее пользоваться да в принципе если вы пользуетесь telegram ботом ничего специально устанавливать не надо никуда специально переходить не надо то есть вы открыли это примерно также у вас чат и чат и да какие-то возможно еще какими-то ботами вы пользуетесь и то есть открыли посмотрели принцип прохождения такой же примерно как и в приложении то есть вы кликаете на карточку или кликаете на раздел тренировки выбираете нужное проходите то да в тренировках только по порядку это я тех кто первый раз нами только по порядку мы проходим уроки в ленте уроки проходятся как вам хочется вот посмотрели выбрали да что хотели посмотрели там попозже зашли там когда вам удобно так в принципе у меня все если я ничего не забыла упомянуть подытожу смотрите первый раз когда вы заходите в telegram bot skill cup нужно авторизоваться снова вход вход по коду компании 2022 логин и пароль как у вас на сайте greenway второй раз когда вы заходите вы жмете кнопку уже авторизован и все и дальше заходите просто по голубая там или какого она цвета кнопка в левом нижнем углу с квадратиком такая с надписью skill cup все больше до повторизации никаких не будет один раз ввели все потом просто заходите и все и пользуетесь так что даже если вы там закроете telegram выйдете ничего страшного все равно вас в системе уже останетесь в принципе у меня все основные моменты я вам напомнила так что я жду ваши вопросы в комментариях можете свое мнение тоже написать если вопросов нет пользуетесь вообще уже пользуетесь skill cup стоит не стоит приложение удобнее ли вам будет в telegram боте можете тоже обратную связь дать интересно потому что у меня и приложение стоит и лично для меня приложение удобнее именно в план того что там есть дуэли и есть уж уведомления но telegram удобнее с прикладной какой-то до точки зрения что вот открыл раз там листовый шок зашел между делом посмотрел в принципе тоже удобно так смотрите когда вы заходите в дуэли вы просто нажимаете начать и все и там когда у вас соперника система сама определяет соперника в случайном порядке когда она выбрала все вы нажимаете начать и проходите то есть заходите в дуэли там их несколько выбираете нужную кликнув получается на картинку либо на название все там начать смотрите если вы в бот авторизовались и чтобы заново не вводить логин пароль уже авторизован кнопка а там есть вы ее нажимаете и все и тогда не нужно будет вводить но заново логин пароль если вы говорите про приложение или не совсем понятно в приложении там авторизация один раз вошли все она никогда не выбрасывает только если вы сами допустим не выйдете да там то есть в профиле есть кнопка выйти действительно можно все отлично так еще вопросы смотрите по поводу запамятовала я различий да немножко профиль отличается тоже да то есть где строка поиска в веб-версии и в приложении они тоже немножко отличаются это в принципе не критично все равно там довольно все интуитивно понятно не никаких-то глобальных различий нет вот глобальное различие я вам назвала основные даже есть там элементы меню как-то расположены по-другому все равно в принципе в общем и целом один и тот же концепт таких прям чтобы запутаться такого не будет если вы допустим да сперва но приложением пользуюсь потому шлифбот не должны запутаться да скажем так супер так все вопросы попью пока вы пишете спасибо если да какие-то проблемы у вас при входе тоже пишите я вам подскажу помогу в любом случае даже если после эфира так же пишите в комменты под этот пост а мы постараемся разобраться постараемся решить что у вас там если какие-то трудности возникли смотрите дуэли есть только в приложении в telegram боте они не реализованы чтобы зайти в дуэли ну нужно зайти в приложение там меню снизу и вы найдете значок такие два меча перекрыть которые крест-накрест расположены вот это будет вкладка дуэли заходите там их несколько выбираете кликнув на название либо на обложку дуэли нажимаете начать там определяется соперник все участвуете а как выглядят дуэли так давайте вернемся вот посмотрите пожалуйста на слайд вот как выглядят дуэли сейчас гифка заново начнет воспроизводиться и вы посмотрите так вы отправили скрин смотрите вы присылаете скрин это веб-версия или из telegram бота дуэли не работают они работают только в приложении это основное различие про которое я говорила вот смотрите здесь у меня это из приложения то есть вот это то что я сейчас демонстрирую в презентации из приложения только в приложении можете поучаствовать в дуэли приложение сейчас мы вам скинем ссылки в комментарии после эфира скинем все ссылки смотрите вы можете если google play поискать сами по названию скиллкап но в appstore только по прямой ссылке доступа так вы его не найдете в поиске мы сейчас скинем после эфира все ссылки в комментарии в приложении еще раз так подождите нет это не из приложения потому что вот у вас на скрине написано веб скиллкап это вы скинули скрин в веб-версии с приложение он выглядит по-другому и меню снизу она выглядит по-другому так ну что же если больше вопросов нет сейчас на скачивание приложений ссылки мы вам все дадим на telegram бот тоже доступно под в этот пост смотрите ну что же все все спасибо большое приходите на следующий эфир и я была рада что сегодня вы были со мной пользуйтесь если что пишите обратную связь если вдруг еще что-то какие-то моменты возникнут после эфира обязательно прочитаем обязательно поможем всего доброго до свидания